Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас небольшой заказик в интернет-магазин Рандеву. Будем делать с вами красивый макияж. Итак, поехали! Всегда хорошо упаковано. И что у меня здесь? Я заказала тушь, девчонки. Просто потрясающий тушь, который сейчас пользуюсь, который вы у меня в каждом ролике можете видеть последние недели, две, три. Тебе нужно? Сейчас я тебе отдам, подожди. На ресницах. Я вам сейчас покажу ее в действии, когда будем делать макияж. Это Лореаль, вот это Миллион Лашес, зелененькая. И я уверена, черная, она есть черная, есть ультра черная. И я уверена в Рандеву, что там не подделка, потому что на маркетплейсах в отзывах пишут практически постоянно, даже где много покупок, что периодически присылают подделки. Поэтому вот так. Так, дальше что у меня? Целый арсенал тканевых масочек. Вот таких вот. На осень. Несколько штучек. Вот такие вот. Так, ну вот и все. Сейчас пойдем с вами делать макияж. Ну, поехали. Сейчас немножко челочку заколю и будем фиячить. Много комплиментов по поводу этого макияжа получила, поэтому сейчас расскажу и покажу, что делаю и как. Так, сейчас пока у нас еще на этой неделе жара, солнышко прям такое агрессивное, я еще использую SPF Биодерма, он тонирующий, поэтому и тон заодно выровняю. Уход обычный, привычный выполнила. Я прям пальчиками его наношу, выравниваю тон и все прекрасно. Готово. Теперь у нас с вами контуринг. Легенький такой сейчас использую, летом вообще ничего не делала. Вот сейчас осенью уже тянется рука сделать многослойный макияж. Видишь, это катрис из адвент календаря, который мы с вами обозревали. Вот это вот палеточка 0,10 Summer & City для контуринга. Ну, бронзер, наверное, это скорее всего, но для контуринга он без блесток. Я немножечко вот так вот прям слегка. Он очень деликатный, но в то же время тень там, где надо, создает. Вот. Делаю где? Вот где изгиб как бы скулы, да, скажем так, чтобы понятно было. На сантиметр выше провожу вот так вот эту полосочку практически до конца и внизу на самой скуле и под ней. Мне безумно нравится именно вот такой момент нанесения. Сейчас вы сравните две стороны, я всегда показываю одну с контурингом, другую без. Навеку тоже самое. Потом немножко уводя вверх, где висок, а лоб возле волос, сбоку прям вот так. Немножечко еще вот сюда добавлю. Ну и вот сравнивайте две половинки. Разница, да, какая большая. Дальше носик я прям вот этой большой кисточкой немножечко вот так по бокам и кончик. Второй подбородок, если он имеется, в любом случае красивее, когда там затемнено. Вот одна сторона и другая, да. Он вроде такой деликатный, но в то же время прям вот разительно. И здесь все то же самое. Готово. Дальше тени. Тени, девочки, палетка просто вот отрыв башки. Катрис, я никогда не думала, что тоже вот из ответа календаря оттенок у нее здесь есть. Никогда не думала, что сыпучие сухие тени могут быть такими стойкими. Вот серьезно. Потому что мое веко, в принципе, практически любые сухие тени съедает. Что на нижнем веке, что на верхнем. Почему я в последнее время перешла на жидкие матовые тени. Vivienne Sabo, Luxe Visage, да, потому что они сидят как влитые весь день. Здесь я как бы не ожидала. А сейчас вот у меня рука только к ней и тянется, потому что она великолепная. Здесь такие оттенки, что просто шик-блеск. Но подложку мы уже с вами сделали, но все равно возьмем сейчас, знаете, какой оттеночек мне нравится использовать как подложку. Вот этот вот слегка такой вот сиреневый, интересненький. Я, кстати, как контуринг использовала тоже вот этот оттенок. Потрясающе. Вот потрясающе. На все случаи жизни. Вот этот легкий такой. Они пылят, они все как обычные сухие тени, но они на веках. И мне это удивительно. Потому что у меня специфика века такая, что съедает. Съедает и все. Тушуем, потому что мы сейчас будем блестяшки с вами наносить. Один из оттенков красивых тушуем. Поэтому на границе подвижного и неподвижного века. Слегка затемняю с помощью микса вот этих двух самых ярких темных оттенков. Прям чуть-чуть вот так беру. И немножечко затемняю уголочек вверху. И тушуем. Но опять же вот на границе. Подвижное веко нам трогать сейчас не обязательно. Так. Вот все отлично. То же самое со вторым глазиком сейчас будет. И нижнее веко. Также подвожу сначала вот этим светлым оттеночком. с помощью плоской кисточки Фаберлик еще и стали коллекцией. Вот таким образом. И немножечко с самого темного вот этого оттенка в уголочек тоже. и растушевать. Вот таким образом. И второй глазик готово. Дальше самое интересное. Один из моих любимых оттенков сейчас это вот этот. Он безумно красивучий, девчонки. Просто безумно красивучий. Набираю пальцем кистью. Нет той интенсивности. Можно со спонжем, знаете, от теней такие кисточки. Но я делаю это пальцем на сухую. Если на мокрую, то вообще будете сиять. Но это такой уже слишком обязывающий макияж. Поэтому я прямо вот так набираю пальчиком. Красота. Просто красота. Оттенок невероятный. И наносим на веко. На подвижное. Вот так аккуратненько. Туда, куда нам нужно. Еще немножко. Вот такая красота получается. Обалденно. Так, второе. То же самое. Я даже еще не пробовала мокрым способом. Влажным. Я думаю, это будет вообще бомба. Так. Второе веко. Так, что-то тут у нас заляпалось. Пятнышко какое-то выступает. Сейчас мы это все дело немножко подправим. Растушуем. Красота. Как хайлайтер. Использую вот этот самый светлый оттенок. Наношу его под бровь. Немножечко. И в уголочек глаза. Также пальчиком. Видите, хоп. Уже сияем. И под бровь. Вот такая красота. Теперь тушь. Палетка бомба. Тушь у меня еще старая. С прошлого заказа. Здесь силиконовая кисточка. Изогнутая. Безумно удобная. Идеально подкручивающая. Прокрашивающая. Удлиняющая. Объемная. В общем вообще. Я не знаю. Лучше туши. Вот. Она для меня идеальна. Она не отпечатывается. Она прекрасно носится. Вот. Все в ней классно. Ну погнали. Показываю. Первый слой. Вот реснички. Да? Да? Видите какие они? Первый слой. Ну как? Это только первый слой. Тихонечко прокрасила. Нижние. Красота. Второй глазик. Второй готов. И пока мы даем одну-две минутки просохнуть первому слою. Иначе будет плохо. Наносить вот именно одну-две минуточки прямо. Потом прям будет вау. И пока покажу, что у меня было на губах как раз в роликах, где делали комплименты по поводу макияжа. Это Vivienne Sabo жидкие матовые тени в оттенке 06. Да, люблю я не только в быту, но и косметику применять не по назначению. 06 оттеночек жидких матовых теней Vivienne Sabo. Наносим. Да, я люблю их так делать. Сейчас еще усядется, будет не таким светлым. Этот нюд очень красивый нюд, который на веках тоже смотрится хорошо красиво, но мне больше нравится, как он смотрится на губах. Сейчас немножко усядется, подсохнет, и вот прям будет на что надо. А сидит-то как девочки практически весь день и выдерживает перекусы. Ну, потому что это жидкие матовые тени, стойкие. Сидят вообще прекрасно. И губы мне несут вообще изумительно. Я прям не нарадуюсь. Граница немножко. Шикардос. Так, теперь можно наносить смело второй слой. Смотрите. Они уже подсохли. И сейчас будет просто вау. Я иногда три слоя наношу, это вообще до бровей ресницы. Вообще не нашла изъянов в этой туши, девчонки. Вот вообще не нашла. Ни одного. Два слоя. Ну, чем не нарощенные реснички, да? Так, и нижний век чуть-чуть. Пока не сохнет, пользуюсь где-то уже месяц первым вот вариантом своим. И в диком восторге. Второй глазик. Вот и второй глазик готов. Класс. Класс. Согласна с вами. Даже спорить не буду. Так, ну вот и все, мои хорошие. Показала свой один из любимых макияжа в последнее время. Помаду потрясающую. Тени потрясающие. Тени потрясающую тушь. Просто шикарнейшую. Хлопай ресницами и взлетай. Вся актуальная информация, как всегда, в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех прицелую. Всем пока-пока.